Здравствуйте! Наша лекция — понимание врат, миллионов врат. Наш лектор представит возможность показать, что можно с ними делать дома. Он из университета исследования. Из Америки. Привет! Надеюсь, что вам нравятся мои розовые кошечки. Мне хотелось бы сегодня поговорить о том, как мы можем понять миллионы Гейтс. Я хотелось бы поговорить о реверс-энжиниринге. Я не делаю никакого пробинга. Я умею использовать скотч для некоторых работ, но мне это не особо нравится. И также я не особо заинтересована в дополнительных устройствах для реверс-энжиниринга. Что мне интересно, это о чем же этот чип, open-source он или нет, что можно на этом чипе использовать. На правой стороне у нас небольшая дырка, что мы не имеем в open-source. И поэтому я решила посмотреть в эту часть и использовать реверс-энжиниринг для этой части чипа. Вы можете посмотреть в гугле первые ссылки по реверс-энжиниринге. В общем, Википедия об этой теме. Они не особо помогают на самом деле. Может быть, еще несколько лекций в интернете, которые вы можете найти о методах. И я решила, что это необходимо изменить. У вас в таком чипе дизайн IC, дизайн интеграции. И некоторые уровни, которые вы видите на картинке. Нет-лист, верификация, синтезация, получение ворот или гейтов, физический синтез, лейаутинг, верификация лейаута, продукция. Почему нам так важно интересоваться реверс-энжинирингом? Я произведу пару миллионов чипов, которые будут использоваться. Чипы очень мало тестируются. Мы протестировали 90% чипов. Мы не хотим, чтобы на рынке было очень много чипов, закрытых. Важная часть — это безопасность чипов. Мы не хотим, чтобы IP были плохими, чтобы атакер смог получить доступ к нашим устройствам, например, машину, например, электростанцию, по какой-нибудь ошибке или они хотят что-нибудь скрыть от нас. И многие вещи не были задокументированы. Интересно, что много вещей закрыты о том, где чип был произведен. И мы хотим понять, что стоит в этих вещах, чтобы решить, злые они или нет. мы видели, как производятся чипы. После производства получается микроконтроллер, он депокаджируется, определяются задержки, имиджинг, получаются картинки чипов, стичинг, идентификация связей между элементами, идентификация основных элементов гейтов, нет-лист. Это достаточно сложный процесс, но мы знаем, в общем, как оно происходит и как мы должны делать. У меня дома нет этих устройств, которые вы видите на слайде. На самом деле, они вам даже не нужны. Большие компании могут сделать это за вас. Когда у вас есть нет-лист готовый, то вы можете сделать уже значительно много вещей с этим. Самая интересная часть нет-лист реверс-инжиниринга — миллионы гейтов, которые вам надо понять, как они работают. Первая вещь, которую мы делаем, как расположены расположены на хардвэр. Какие модули, как они выглядят на борде. Важная часть этой темы части, партишенинг, это наш первый шаг. И не очень, он нам не очень удался, спойлер небольшой. Потом нам необходимо идентифицировать эти отдельные части. А, вот это вот криптографический чип, например. Иногда с большим количеством анализ не такой простой. Иногда можно понять, где находятся определенные модули. основная проблема, нам необходимо найти модули, которые мы хотим идентифицировать. Это та проблема, которой мы сейчас занимаемся. В многих компаниях, где больше двухсот специалистов, которые сами написали дизайн, которые сами сделали дизайн этой платы когда-то в 1980-х годах, метод разделения партишенинг. Мы находим на датапатах, на путях определенные мультипликаторы и даем входные данные и получаем выходные данные. Например, мультиплицирование три раза. У нас есть определенное входное слово data word, которое конвертируется в output. И они определяют, дефинируют начало и конец модуля. И поэтому мы можем разделить определенные части внутри этого модуля. Мы можем сказать вот это вход, это выход, и все, что внутри, это и есть этот модуль. Следующая вещь, это графический анализ. Если у вас много Xbox, шутка на английском, Xbox, вы найдете таким образом, как соединены отдельные элементы. Очень просто для вас разобраться в этих соединениях. Если вы собираетесь партицировать, разделить каждые ячейки, это невозможно. Нам, по крайней мере, это не удалось, и 90% невозможно, и для нашего разговора оно недостаточно. теперь нам у нас есть способ сравнения, когда у нас есть один дизайн, который мы знаем, known netlist, и мы сравниваем его с неизвестным дизайном unknown netlist. У нас есть большое количество сэмплов, например, открытые ядра, LibraCore, например, если у компании есть APIs, то можно их посмотреть. У нас есть входы, естественно, мы запускаем их в известный и неизвестный netlist, и получаем выходы, и сравниваем выходные параметры. смотрим, выглядит похоже или нет. Крутая штука. У нас есть в этом случае пара проблем. Необходимо, чтобы совпадение известного и неизвестного netlist было идеальным. Нам необходимо идеальное ограничивание частей. если у вас 2 миллиона гейтов, то имиджинг становится немножко сложным. И рано или поздно вы поймете, что это невозможно. с FPGA не так и просто работать. И последнее, что вам необходим в любом случае известный netlist. И если его нету, то не с чем сравнивать. Момограф, томограф метод фази методы для графического анализа, чтобы посмотреть, как это выглядит. Например, на левой части IS имплементации и два других Кэтчак имплементации. Они все из теории графов. у них могут быть похожие структурные элементы. Многие люди используют разный тулинг и спрашивают, как же можно сравнить эти элементы. Мы посмотрим на три разных ячейки, на три разных лайбрари, библиотек, ячейк. И, например, ваши глаза могут сказать, да, действительно, эти элементы похожи друг на друга. И если вы используете машин лейнинг, машинное изучение, то это достаточно возможно. Следующее, нам необходимо посмотреть на хиерархию и функциональность разными цветами, это разные элементы, и мы можем на самом деле реверс инжинирить почти все модули. Мы можем добавить, мы можем узнать, что это контрольный элемент. с другой стороны, есть еще вещи, которые люди добавляют для того, чтобы предотвратить идентификацию отдельных модулей. Например, logic locking, так называемый. я решила, кто-то решил, давайте напишем гейты, давайте добавим еще несколько гейтов, и если вы подведете неправильные входы, то будет выполнена другая ветвь и другой выход. это случайный метод, есть еще более умный метод, и самый способ locking самый сильный, еще есть SAT устойчивый, супер smart locking. Уже существует одна работа, которая показывает, как можно это организовать, XOR гейты, как их идентифицировать. Если мы делаем оптимизацию после XOR гейтов, то все еще можно их реверс инжинировать с помощью этого тулинга. Это достаточно просто, и их можно удалить из конечной системы. Следующий пункт фази анализис, который мы сделали, частично были удалены элементы из некоторой гейты, как вы можете заметить из этого картинки. структуральный анализ может быть прост, как вам кажется, но на самом деле это не так. Есть схемы золочивания, логического золочивания. Некоторые еще не хакнуты, некоторые потруднее, практические трудности, есть ключи, которые нам необходимо сохранять в гейтах. У нас есть оверхед, что мы должны дополнительно делать для того, чтобы тим верификации ненавидел вас. и все эти вещи не работают все время. Безопасность чипа. О, еее. Давайте добавим слайд для того. FSM или последовательное блокирование. Я хотел бы показать вам другие схемы. Эта схема основана на черном ящике. Оригинальный FSM, исходное состояние B0, неизвестное состояние, неизвестно, что оно делает, этот блок. Оригинальный, как вы видите, необходимо использовать правильный ключ, чтобы дойти до туда. Если ключ неправильный, то мы попадаем в какое место. Если вы посмотрите на граф, то вот так он выглядит, примерно в reverse состоянии, когда вы применяете определенные ключи к вашему чипу. Отлично. Давайте изменим тему немного. Locking сломан. Давайте попробуем что-нибудь другое использовать. в Германии мы можем делать 45 нанометров чипы. Окей, мы испуганы, что Foundry хакеры смогут сделать что-нибудь с нашим дизайном, который требует на самом деле 9 нанометров. мы отдаем на Foundry много частей, элементов. Например, на правой части мы видим элементы, которые мы не очень просто можем reverse инжинировать. сначала мы смотрим на элементы, которые находятся друг с другом, элементы B, которые находятся снизу. Возможно, один гейт за connection с первым или со вторым, M возможно подключен туда и сюда. у нас есть еще определенные условия, которые выполняются или как атакер, которые способ они используют, например, bootforcing. Плохой дизайн случается тоже. У вас, например, получается что-нибудь в этом роде, исходный гейт. соединение, которое не идет никуда. Иногда непонятно, идет ли оно к гейт А или гейт Б. На самом деле проводки тоже сломаны. Отлично. Последняя вещь, каким образом можно скрыть некоторые элементы, называется камуфляж ячейки. Например, на северной ячейке можно организовать ячейки, которые похоже выглядят, но выполняют разные функции. Например, NAND и NOR. в левой части и в правой части NAND и NOR. И если вы не знаете точные элементы, то вы не можете так просто их реверс инжинировать. но тогда ваши чипы начнут стоить больше, если вы имплементируете больше безопасности. Вам необходимо все больше библиотек, которые содержат эти превентивные меры. Атакеры тоже улучшают свои библиотеки. И они используют очень часто BruteForce в любом случае и не ожидают, что определенные вещи открыты. Некоторые элементы операнды отличаются друг от друга. Например, точки и с определенным микроскопом можно видеть, что есть разница между этими элементами. Не всегда это будет работать, но если у вас есть этот туллинг, то вы увидите разницу. Реверс инжиниринг на самом деле очень крут. У нас есть IP безопасность, для компаний. Мы не хотим, чтобы электростанции взрывались или что-то другое происходило с ними. фаундри используют как раз эти вещи, чтобы посмотреть, куда можно установить трояны. Если они не знают функциональность, то им трудно понять, как работает хардвэр. туллинг в этом случае у нас на самом деле не очень много позитивных частей. И самые страшные вещи в этом, что туллинг отсутствует для анализа такого большого количества элементов. Нет формальных методов для анализа и последний на самом деле многие люди просто не думают об этом и не хотят заниматься этим. О, сейчас что-то плохое произошло. Конечно, если ваш тип не защищен от хардвэра проблем, то естественно у вас более большая проблема. Следующий вопрос, что же вы можете с этим сделать? Partitioning, идентификация, вам не требуется ни хардвэра, определенного хардвэра, никакого тулинга. Вы можете использовать LibreCore и OpenSource элементы, все возможные типы. Это первое, что вы можете сделать. И вы можете найти другие способы, чтобы попытаться найти ошибки в этом Contoract. Очень интересная теория графов. На лекции до этого был разговор о социальном инжиниринге. Здесь у нас немножко другая область и интересно, в какой области мы можем использовать графы, чтобы партицировать, разделять графы лучше. Пожалуйста, контактируйте, напишите мне вот это моя почта, если у вас есть идеи, как можно это сделать лучше. Спасибо большое. Вопросы? Спасибо большое за доклад. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, подходите к микрофонам. Вопросы с интернета у вас есть вопросы? Какое классное, что за классное ПО, используете для визуализации графов? Giphy графическое Tool, GraphBits. Можете тоже посмотреть, как она работает гейтфи. Самыми большими графами мы использовали Giphy. Там можно визуализировать в реальном времени разные алгоритмы на одном графе в реальном времени. мы сделали больше одного миллиона гейтов. Следующий вопрос. У меня есть два вопроса. Первый вопрос про электронный микроскоп. На самом деле, можете увидеть, как работает этот чип с помощью этого микроскопа, потому что вы видите количество электронов над самих транзисторов. зачем вообще нужен этот камуфляж? Зачем нужен весь этот камуфляж? Иногда я задаю тоже этот вопрос мне, если вы используете камуфляж и все равно можете видеть, как оно работает при реверс-энженеринге, работающие процессы, что случается внутри, становится немножко труднее увидеть, что оно делает. Мой второй вопрос это если конечно это не будет работать с фаундры, но есть какие-то физические методы для специальной обертки, чтобы спрятать это? Да, у нас было пара идей в этом направлении, первое коатинг, второе можно использовать металлический сплав на поверхности, это приводит к материальной проблеме, проблеме материала, они не нашли ничего, что могло было решить эту проблему. есть ли еще вопросы из интернета? Я не вижу никого, у нас больше нет вопросов, у нас есть один микрофон. Привет, есть такой маленький вопрос, есть инструмент какой-то для того, чтобы восстанавливать NetClock из NetList, это? Clock whooping это первое, что вы делаете, когда вы дизайните свою схему, и вы смотрите части, на которой clock установлен, и потом вы идете более точно в этот clock, смотрите, как он построен. я не уверен, что еще другие области, которые используют это. Этот флип-флоп принадлежит другому? Флип-флоп, например, подсветку? Это возможно, это возможно. Спасибо. Можете мне рассказать, какой overhead вы получаете, если вы делаете этот скриппинг? Используется ли это везде? Когда люди начинают дизайнивать, они рассчитывают с тремя годами, и они хотят установить много опускации, и когда чипы находятся на рынке долгое время, они, конечно, хотят защитить их, халуп, гейты, криптомодули в процессоре, это все зависит. Важно, о чем мы конкретно говорим, о опускации, о безопасности, или о камуфляже. Ячейки, которые мы используем для камуфляжа, есть несколько идей, как это используется в хорошем способе, квалитативно хорошем способе. Например, вы используете только в части чипа камуфляж, и иногда вы выбираете, например, если у вас есть немного свободного места, вы добавляете туда эти элементы для камуфляжа. есть небольшие несколько способов. Следующий вопрос, микрофон один. Привет, спасибо за доклад. Я хотел узнать, есть ли эволюция стекинга, как вы видите будущее своего области? Мы работали в прошлом с людьми, которые интегрировали больше элементов, которые использовали физические процессы на другом, на новом уровне. Мне кажется, что мы должны тестировать больше чипов, чтобы анализировать их и получать изображение этих чипов для ребёнка с инжиниринга и для маленьких нанометров тоже. Следующий вопрос. ФЕГ. Можете это сделать с ФПГА? Институт Бохома сделал это с ФПГА, Плацарин. Это почти то же самое с ФПГА, но я не уверен, работает ли камуфляж для ФПГА, но лоджик локинг работает. Следующий вопрос. По отношению проблемы отправки своего разработки на производство и оно там изменяется, Какое реальное положение вещей в мире? Реально могут ли программы так сделать и проверить, что они делают и что производится? Или они просто отправляют свои дизайны куда-то? Есть две части в этой работе. Существует ли часть? Если оно существовало, то производители не сказали бы мне напрямую. Это не то, что один человек смог бы сделать в одиночку. Проблема Фаундри может быть такой проблем. Если есть страна, где Фаундри активна с этой проблемой, тогда они делают это там, они делают реверс инжиниринг. И я надеюсь, что мы добьемся сертификации чипов. И я надеюсь, что это будет работать в будущем. Если скажем, если бы государственная структура сказала бы, что какой-то государственный оператор делает какие-то модификации на заводе, кто выигрывает? Это зависит от страны, на самом деле. Например, в Америке большие ресерчеры спонсируются DARPA, и у них, конечно, много денег. Большое спасибо за лекцию. Для вас переводили Макс Макс Продолжение следует...